Севастопольское информационное бюро первые новости города. В студии Михаил Журавский. Здравствуйте! Специалисты начали подготовку легендарной техники времен Великой Отечественной войны к участию в параде, посвященному 75-летию победы над фашистской Германией. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. Сейчас военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы уже приступили к реставрации техники, которая была доставлена с мемориального комплекса Сапунгара. Легендарные боевые машины наравне с современными образцами пройдут в составе механизированной колонны на параде 9 мая. У специалистов флота уже есть опыт восстановления техники первой половины 20 века. Благодаря им в 2018 и 2019 годах в торжественном параде приняли участие танки Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка Су-76 и легендарная «Катюша». В 2020-м планируется восстановить еще пять образцов боевой техники времен Великой Отечественной. Среди них противотанковая самоходная артиллерийская установка Су-100, тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСу-122, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12, известная как «Андрюша». После участия в параде, посвященном 75-летию Великой Победы, техника вернется на территорию музея. Росстандарт нашел некачественное топливо на автозаправочных станциях Севастополя и Республики Крым. Список АЗС с выявленными нарушениями опубликован на официальном сайте ведомства. В него попали две севастопольские заправки, в топливе которых была превышена массовая доля серы. Всего в список попали 157 станций Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального, Северокавказского и Южного федеральных округов. Одно из наиболее частых нарушений – несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом Тигле. В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы продлить срок службы автомобиля и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Напомним, ранее Росстандарт опубликовал карту качества топлива России. Обновленная информация по ней появится на сайте ведомства в течение января 2020-го. В будущем в карту планируют вносить актуальные изменения дважды в год. Волонтеры движения «Сердце Севастополя» бесплатно кормят людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 8 тысяч обедов раздают добровольцы в месяц. Пунктом выдачи служит обыкновенный автомобиль. На нем общественники три раза в неделю курсируют по всему городу, помогают бездомным и малоимущим готовой едой. Один из пунктов выдачи социальных обедов располагается в Верхнесадовом. Сегодня у нас рисовый суп с курицей и макароны с куриной подливой. Аккуратно горячая. Порция горячей еды, милосердие и дружеская беседа. По мнению волонтеров, помогают изменить жизнь. Пункт выдачи бесплатных обедов работает в Верхнесадовом четвертый месяц. Три раза в неделю добровольцы движения «Сердце Севастополя» помогают бездомным и нуждающимся готовой едой. Оксана Войтович – многодетная мать. Прокормить четверых детей непросто, а потому социальные обеды для нее – большое подспорье. Ребятам огромное спасибо, что они организовали это дело, потому что без этого было очень сложно. Особенно всем окружающим людям, которые у нас тут проживают, которым нужно это. Многодетная мать Екатерина Зудина воспитывает шестерых детей. Семейного бюджета едва хватает на то, чтобы купить необходимые продукты и оплатить коммунальные услуги. А потому женщина не отказывается от помощи и регулярно приходит за бесплатными обедами. Муж работает, но, да, наша зарплата не хватает, конечно. Восемь человек. Большинство адресатов социальной помощи – одинокие бабушки и дедушки, которые живут за чертой бедности, признаются волонтеры. Пожилые люди рассказывают – минимальная пенсия уходит на оплату коммунальных услуг и лекарств. Порой к концу месяца старики сидят на постной крупе и чае без сахара. Прожить, да, очень тяжело. Пенсия минималка. Ну что это, 9 тысяч? Ну, существуешь на нее. Я беру для друга, он не ходит лежать и больной. Спасибо большое, что тут организовали обеды в Верхнесадовом. Он просто человек живет, бездомный, можно сказать, практически нигде не работает. Вот отнесу ему покушать. Нередко за подобной помощью идут бездомные или люди, страдающие алкогольной зависимостью. Главная цель – не просто не дать им умереть от голода, а наладить контакт, говорят добровольцы. За пять месяцев работы пункта выдачи социальных обедов волонтеры выявили 13 случаев открытого туберкулеза и госпитализировали больных. Также общественники помогают с восстановлением документов. Мы с ними разговариваем, попытаемся им объяснить, что их способ жизни – это, ну, они молодые, там, по 30 лет. И у нас уже шесть человек, они уже работают в камышах, работают подсобниками. Вот, и вроде перестали пить, и все нормально у них. Они перестали ходить на наши обеды социальные. 8 тысяч бесплатных обедов в месяц раздают добровольцы движения «Сердце Севастополя». 3,5 тысячи нуждающихся получают поддержку и еду. На обеспечение работы пункта выдачи в месяц уходит более 70 тысяч рублей. Волонтеры раздают обеды по графику, вне зависимости от погоды и других обстоятельств. Готовят еду даже ночью. Находят время, несмотря на свои заботы и дела. Добровольцы говорят, что все это возможно благодаря поддержке севастопольцев. Иногда закупаем, иногда севастопольцы дают, тоже очень хорошо горожане помогают. И когда не бывает, экстренно что-то там не хватает, мы идем покупаем в магазин. Это хорошо, у нас магазин дают в долг. И потом мы рассчитываемся в конце недели. Добровольцы обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь продуктами. Также нужны контейнеры для фасовки приготовленной еды и одноразовая посуда. Узнать подробности и познакомиться с историями подопечных вы можете в социальной сети ВКонтакте, по ссылке, которую вы видите на экране. Марина Иванова, Юрий Риутин, Севинформбюро. Во вторник, 7 января, в Евпатории прошел массовый заплыв моржей. В традиционном рождественском купании приняли участие 172 человека. Любителям зимнего плавания не помешал даже легкий крымский мороз. В день заплыва столбик термометра опустился на 1 градус ниже нуля. Прохладненько, но оно того-то. Для этого-то и делается прохладно, но это же как тренировка. Как ты бицуху в зале тренируешь, ты же не берешь там 120-150 килограмм сразу, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так и здесь тело. С каждым годом, с каждым новым нырком в море тебе все легче, все приятнее. Поднятие бодрости и вообще для здоровья, чтобы не сидеть дома. Поэтому и пропагандировать здоровый образ жизни. Поэтому присоединяйтесь. Это очень весело, задорно. Вода не холодная. По крайней мере, второй раз уже не холодная. Первый был немножко простой. А сейчас все хорошо. Безопасность купания в ледяной воде обеспечивали сотрудники Республиканского управления МЧС России. В традиционном рождественском заплыве приняли участие гости со всего полуострова. Евпатория, Саки, Симферополь, Феодосия, поселок Черноморское, Севастополь. Некоторые моржи из разных регионов Крыма подготовили тематические костюмы. На набережной можно было встретить традиционных для зимних праздников персонажей. Деда Мороза, Снегурочку и символ этого года – крысу. Перед тем, как окунуться в холодные воды Черного моря, моржи во главе с Нептуном прошли костюмированным парадом от Театральной площади до Евпаторийской набережной, где и состоялся массовый заплыв. Одна тысяча крымских паломников совершат хадж в Саудовскую Аравию в 2020-м. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя Государственного комитета Республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберта Кагнеева. Более того, по его словам, крымский хадж-оператор работает над организацией прямых авиарейсов из Симферополя в Саудовскую Аравию. В рамках паломничества верующие посетят святыни в городах Мекка и Медина, связанные с жизнью пророка Мухаммеда. Напомним, с 2014 года в Крыму квота паломников постоянно увеличивалась. В прошлом году к мусульманским святыням отправились 800 человек, а в этом хадж совершат уже порядка тысячи верующих. Рождественский подарок для ялтинцев. 7 января в жемчужине у моря на южном берегу Крыма прошло торжественное открытие обновленного пионерского парка. Общественную зону отдыха отремонтировали в рамках проекта «Комфортная городская среда». На реконструкцию парка потребовалось около 96 миллионов рублей. Любимое место отдыха многих ялтинцев вновь открыто. Этого момента местные жители ждали с нетерпением, ведь в парке не просто обновили дорожки и фонари. В новой общественной зоне установили современные игровые и спортивные площадки для детей всех возрастов. Ялтинская ребятня была рада такому подарку от властей и уже в первый день малыши проверили на прочность новое оборудование. «Самые важные гости на этом празднике – это вы, это наши дети, это ваши внуки, это все те, кто сегодня собрались на открытие этого прекрасного места. Ялта – это действительно жемчужина у моря, Ялта – это город счастья, и действительно это то, каким его называют и помнят все, наверное, еще с тех времен. И это то, к чему мы стремимся, и это та задача, которую ставит перед нами глава республики. Поэтому наша основная задача – возродить город Ялту как город счастья, чтобы каждый, кто приезжал сюда, уезжая отсюда, оставлял в своем сердце какую-то частичку этого города и только светлые воспоминания». Территорию в полтора гектара обновили с учетом интересов всех возрастных групп. Это и скамейки для спокойного отдыха пожилых ялтинцев, и качели, на которых могут прокатиться даже взрослые, и особая гордость парка – скейт-площадка для любителей экстрима. Общественную зону также оснастили новыми урнами, современной системой освещения и видеонаблюдения установили туалет. «Прекрасно, что Ялта преображается. И сегодня мы в таком прекрасном событии, когда открывается один из парков. Прекрасно, много детей с родителями. И все ради, так скажем, ялтинцев, гостей нашего города». «Очень рад вас видеть здесь, в этом обновленном парке, пионерском парке, которому действительно дали вторую жизнь, второе дыхание. Уверен, что этот парк будет местом притяжения, как и самых маленьких, и тех, кто постарше, ну и, конечно же, нас, взрослых». Долгожданное открытие пионерского парка превратили в общегородской праздник. На мероприятии выступили духовой оркестр и музыкальные группы. Детей развлекали аниматоры на ходулях и ростовые куклы. А в завершение юным гостям вручили сладкие подарки. Руководители подрядной организации, которая занималась ремонтом общественной зоны, тоже не обошли стороной. В торжественной обстановке их наградили почетными грамотами представителей ялтинских и крымских властей. «Сегодня Рождество, сегодня мы проводим церемонию условного открытия. На самом деле было желание сделать праздник горожанам, еще один объект. И я думаю, что уверен в том, что этот год будет знаковым, и мы сделаем гораздо больше вместе с жителями добрых дел». И действительно, обновление Ялты на этом не заканчивается. Уже весной в Пионерском парке обещают высадить новый газон, который украсит клумбы общественного пространства. Кроме того, по словам главы местной администрации Ивана Имгрунта, в городе уже практически закончены работы по обновлению скверов на улицах Садовой и Ломоносова. Екатерина Решетникова, Севунформбюро. В новом году в спорткомплексе «Муссон» откроется три новых зала. Планы по расширению инфраструктуры для баскетболистов и борцов поведал нашему телеканалу генеральный директор Павел Муссон Владимир Плотко. До этого, в 2018-м, прямо накануне закрытия торгового центра и спорткомплекса, в здании открыли новый баскетбольный зал с трибуны на 100-200 мест и огромным экраном высокой четкости изображения. После возобновления занятий в «Муссоне» наплыв желающих заниматься спортом растет, а значит, нужны новые помещения. Мы строим еще три спортивных зала. И у нас работа уже пошла, мы сейчас зачищаем эти помещения. Это тоже как не реконструкция, а перепланировка. Мы несущие не лезем, лишнее крыльцо не хотим делать, чтобы по более простой схеме. Это по схеме, которую мне в «Стройнадзоре» предложили, в архитектуре. Так вы можете просто несущиеся не лезть, и вы можете в этом складе сделать, допустим, спортивный зал. Вот поэтому мы один для борцов, и два, в общем-то, будут таких паркетных зала, ну, довольно больших. Владимир Плотко также планирует обновление материально-технической базы еще одного спортивного объекта города – яхт-клуба «Юг». Там уже установлены суперсовременные тренажеры, которые привлекают на сборы в Севастополь национальные команды России по парусному спорту, кикбоксингу, пауэрлифтингу и баскетбольные клубы страны. «У меня задача, и у нас задача у «Мусона», у яхт-клуба «Юг» создать на территории яхт-клуба «Юг» именно серьезную спортивную базу, где будут сборные России тоже тренироваться. У нас задача, конечно, сделать легкоатлетический стадион, да, именно беговую часть. Футбольное поле мы хотим сделать, ну, так как мы партнеры с яхт-клубом «Юг», у нас там намечены площадки с навесами и футбольное поле, но вот, к сожалению, скорее всего, все-таки не будет большого поля, хотя лежит на складе у нас покрытие уже три года, по-моему. Ну, сейчас вот пока мы допроектируем территорию, но там мы все территории развиваем, именно под спортивные, под летние соревнования, тренировки». Правда, один нюанс, сетует Владимир Плотко, уже несколько лет мешает развивать спортивную инфраструктуру в Севастополе. «У нас самый высокий налог под спортсооружениями в России». Подробный диалог с Владимиром Плоткой об итогах 2019 года для спортивного комплекса и всего торгово-развлекательного центра «Муссон», а также о планах на будущее, смотрите в программе «Актуальное интервью». Проект будущей Академии футбола в Севастополе готов. Такие данные озвучил интернет-портал «Форпост», ссылаясь на информацию из Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства». Работы по проектированию, которые выполняла фирма из Ростовской области «Жилстройпроект», были приняты заказчиком 24 декабря. Ранее состоялось рабочее совещание с участием представителей подрядчика, заказчика, регионального управления по делам молодежи и спорта, гендиректора ФК «Севастополь». На встрече была согласована так называемая посадка здания и спортивных объектов на выделенном земельном участке за трибуной Истомина главной городской арены за ее правыми воротами. Кроме того, объемно-планировочные решения были одобрены управлением по делам молодежи и спорта Севастополя, а архитектурно-градостроительное решение, которое ожидает рассмотрения на Архитектурно-художественном совете, направлено в Департамент архитектуры и градостроительства правительства Севастополя. Проект «Будущая академия» обошелся местному бюджету в почти 38,5 миллионов рублей, а стоимость строительства комплекса может достигнуть 1 миллиарда. Я как эксперт анализировал, смотрел, значит, как спортивный объект плоскостного сооружения, так и административно-спортивное здание, которое уже есть в этом техническом задании, подкорректировал, так как это должно быть в нормальной футбольной академии, где все должно быть на уровне, и не только быть просто какие-то определенные спальные места, там, столовая, буфет. Здесь будет и бассейн с, небольшой, но будет бассейн с восстановлением бани, будет специальная оборудованная комната для стирки спортивного инвентаря, также будет сушилка как для инвентаря одежды, так и для обуви. Это очень профессиональные такие вещи, которые обычно не предусматривают люди, которые не имеют отношения к большому футболу. Кроме того, комплекс будет включать в себя шестиэтажное здание, цоколь плюс пять этажей, в котором разместятся административные помещения, учебные классы для воспитанников футбольной академии, жилые номера для постоянного проживания учеников, а также гостиница для размещения гостевых команд. Подобные условия должны помочь юным севастопольским футболистам стать конкурентоспособными на всероссийском уровне. Пока возможности попробовать свои силы в высших лигах страны у действующих спортсменов практически нет. Все крымчане, выпускники профильных школ до 2003 года рождения, имеют украинский паспорт футболиста. И несмотря на то, что соревнования на полуострове проходят под эгидой УЕФА, Европейский союз футбольных ассоциаций не стремится решать этот вопрос. Я работаю в футбольном клубе два года уже, вот как раз два года. За два года ни один представитель УЕФА так и не приехал в КФС. Никакого вопроса по интеграции футбола Крыма и Севастополя в Российский футбольный союз нет. Это основной аргумент. Можем говорить долго, но это основной аргумент юридически. Его нет. Несмотря на профессиональный статус футбола на полуострове, крымские футболисты не заключают соответствующих контрактов, работая по трудовым договорам. В качестве примера Валерий Чалый приводит историю, которая произошла летом 2019-го с Редваном Османовым. Лучший игрок минувшего сезона в Крыму. Форвард ФК Севастополь получил приглашение от коллектива второго по силе российского дивизиона футбольной национальной лиги ФНЛ Мордовии из Саранска. Однако вынужден был вернуться в Севастополь, где, проведя неполный отрезок сезона, является лучшим бомбардиром команды. Он провел там все сборы, в связи с тем, что у него украинский паспорт. Вот из-за этого наш футболист не был подписан командой ФНЛ. Но еще раз говорю об этом, что подписали бы, мы были очень рады, мы бы за него очень переживали, но мы бы за него копейку, рубли не получили бы для развития клуба. Так же, как у нас Гуганов Матвей. Уехал в Литву, был у нас, от нас уехал. Мы их никакой компенсации не получаем. Подробнее об итогах прошлого года, трудностях в новом сезоне и прогнозах о вхождении в российскую футбольную семью в программе «Актуальное интервью» с генеральным директором ФК «Севастополь» Валерием Чалым. Утром 9 января в Севастопольской бухте будет перекрыт рейд. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. По их данным, рейд перекроют из-за нужд Черноморского флота с 7 часов до 11.00. На это время власти организуют дополнительное автобусное сообщение между северной стороной и площадью Суворова. И в завершении выпуска о погоде. По информации севастопольских синоптиков, в четверг 9 января в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха около 2-4 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 15 детей, 9 мальчиков и 6 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный. Плюс 7, 978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова